здравствуйте мои подписчики и гости канала сегодня я представляю вам отзыв и обзор на книгу алексея маркова хулиномика или хулиганская экономика финансовые рынки для тех кто их в гробу видал эта книга позволяет очень коротко познакомиться с финансовыми рынками а то и а также тем как они работают финансы стали очень важной частью нашей жизни и от того как человек управляет своими финансами завести его благополучие незнание финансовый сфер и финансовых операций о том как работает финансовая индустрия влечет потери а знание о том как работает финансовая индустрия она уберегать от потерь я намеренно говорю о том что она уберегать от потерь это знание потому что только лишь базовые знания о том как работает финансовая индустрия и экономика не дает гарантии о том что вы будете зарабатывать ну если вы конечно работаете финансовой сфере вы конечно будете зарабатывать на том что вы там работаете я говорю про простых людей которые финансовой сфере не работают и хотели бы разобраться о том как это работает. И Алексей Марков, он кандидат экономических наук, а также музыкант. У него есть своя рок-группа, с которой он выступает с концертами по всей России, а также в интернете. Предлагает нам ознакомиться с кратким ликбезом. Ликбез, если мы окунемся на 100 лет назад, это расшифровывается как ликвидация безграмотности. В нашем случае ликвидация финансовой безграмотности. И что предлагает Алексей Марков? Во-первых, он говорит, что он не будет нас грузить специальными финансовыми терминами и будет их употреблять только тогда, когда без этого нельзя обойтись. Он будет употреблять также и ненормативную лексику, а также всяческие эфемизмы, которые позволят быть ближе к читателю и помогут читателю понять, о чем же все-таки он пишет и соотнести это со своим опытом. Давайте кратко рассмотрим, какие есть главы в этой книге. Уровень 1. Финансы для гопников-интеллектуалов. Дальше название глав. Финансы как технология. Римские бани и королевские пузыри. Директор. Общество гигантских растений. Дивиденды и другие бараши. Кто здесь? Недвига. То есть недвижимость. Уровень 2. Хоть рискуй, хоть не рискуй. Ну, исходя из той поговорки матерной. Все равно ничего не получишь. Дальше. Название глав. Кибуц имени Ленина. Вероятное, не очевидное. Это глава про теорию вероятности. Займешь пятихотку до получки. Учимся считать. Рациональность против страха и ненависти. Глава про рациональность и ожидаемую поверхность. Ожидаемую полезность. Оговорился. Про рациональность на канале есть обзор двух книг Александра Силаева. Это «Философия без дураков» и «Этика без дураков». А также я в описании оставлю ссылку на видео, где есть обзор книги Александра Силаева «Деньги без дураков». То есть, Александр Силаев – это кандидат философских наук, который сейчас публикует и пишет книги о рациональности. О рациональном подходе к жизни. Ну, вот в книге Алексея Маркова о рациональном подходе к жизни и к финансам буквально на десяти страницах. То есть, основы рациональности. Далее, следующая глава «Потертый портфель с акциями». Простите его, он случайно. Уровень третий. «Мировая закулиса против лохов». Название глав. «Инсайдеры против регуляторов». Из этой главы мы узнаем, кто такие регуляторы, а кто такие инсайдеры. Далее. «Центробанки и уничтожение богатства». «Обыграть лохов». Следующая глава. «Кто управляет деньгами мира». «Фью-фью», «Фьючерсы», «Опционы», «Инструменты больших парней». «Ведите себя достойно». И заключение, кому оно все надо. То есть, автор тратит примерно от 15 до 30 страниц на каждую из глав. В итоге получается довольно-таки увесистый фолиант на 400-450 страниц в твердом переплете. Это не самая последняя версия хулиномики. Это, по-моему, то ли вторая, то ли третья версия. Сейчас уже на сайте автора есть пятая версия хулиномики, которую он разделил на две части. Одна часть для новичков, то есть, те, которые вообще плохо понимают в финансах. А вторая часть для продвинутых. В которой, в части для продвинутых есть, в новой версии, есть про фьючерсы, про опционы. В версии для новичков такого нет. И в версии для новичков вообще нет формул никаких. В отличие от версии для профессионалов или, допустим, для этой книги. Впечатления от этой книги очень положительные. Наконец-таки кто-то написал книгу, где очень коротко уложил финансовые понятия на простой русский язык. И объяснил это простым языком, чтобы было понятно обычному человеку, который не связан с миром финансов. Я рекомендую эту книгу к прочтению. Я желаю, чтобы эта книга была у каждого человека на полке, кто хочет улучшить свою жизнь. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Поставьте колокольчик уведомления и нажмите на колокольчике все уведомления, чтобы 100% получить уведомления о новых видео. Желаю вам всего доброго и до новых встреч. Продолжение следует...